Музыка Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале! Сегодня я хочу вам предложить волшебный рецепт волшебного пирога. А волшебство заключается в том, что при полном остывании на поверхности пирога образуются жёлтенькие капельки, похожие на бусинки. За это простой в приготовлении пирог получил красивое название «Слёзы ангела». По вкусу этот десерт превосходит все ожидания. Песочная рассыпчатая основа, нежнейший творожный слой, а сверху воздушное белковое суфле. И несомненная изюминка этого пирога – слёзки ангелов. Попробуйте приготовить такое чудо для себя и своих близких. И вам обязательно понравится! Приготовление данного пирога можно условно разделить на три этапа. Первый этап – это у нас тесто. Итак, приступим. Здесь я взяла 150 граммов муки. Здесь у меня уже есть разрыхлитель. Одна чайная ложечка. Ну, 5 граммов примерно. Добавляем масло, 80 граммов. И прямо руками начинаем разминать. До состояния такой крошки. Очень важно долго не замешивать песочное тесто, потому что масло растопится и тесто у нас получится нерассыпчатым. Таким, не очень приятным. Так. Теперь добавляем сахар. Так. Вот, чуть-чуть размешали. У нас получилась такая крошка. Добавляем одно яйцо. Так. И можно уже взять вилочку. Мешаем до состояния. Пока всё у нас не скрепится, долго вымешивать мы не будем. Вот у меня тесто собралось в такой шарик. Я беру мешочек. И пока мы будем заниматься начинкой, убираем его в холодильник. Дальше мы приступаем к приготовлению непосредственной начинки. Я взяла 450 граммов творога. Он у меня 1-процентный. Практически обезжиренный. Здесь же у меня 80 граммов сметаны. Добавляем 3 желтка. Граммов 15 манки. Ну, это где-то 1 столовая ложка. Ванильный сахар. И обычный сахар. Я взяла 100 граммов. Хотя, кто любит послаще, можно брать и 130, и 150 граммов. И погружным блендером нам нужно сейчас всё это размешать, чтобы у нас не осталось крупинок начинки. Вот я сделала крем. Он получился такой однородный. Проверяем. Нет никаких крупинок. Теперь я беру форму. Дно покрыто пергаментом. Диаметр формы сантиметров 26. Теперь берём наше тесто из холодильника. И прямо руками начинаем распределять по форме. Можно, конечно, предварительно раскатать скалкой, но это совершенно не обязательно. Вот я распределила тесто. Делаем небольшие бортики. Где-то сантиметр, не выше. Иначе потом, когда будет наш пирог готов, начинка будет ниже, бортики выше будут так торчать. Будет некрасиво. Теперь прокалываем вилочкой, чтобы тесто не поднималось в тех местах, где нам не нужно. И выкладываем нашу начинку из творога. Нам её нужно равномерно распределить. Потому что бывает, что оно тоже вздувается. Вообще, этот пирог выгонит тем, что здесь мы как бы маскируем творог. И дети очень часто его не любят. А здесь они съедят и даже не заметят, что съели творог. Это вот в частности вариант для моего сына. Он не любит творог, не ест. А здесь даже не понимает, что там. Вот так равномерно распределяем. Особенно стараемся по краям распределить, чтобы у нас не было бугра посередине, горочки. И чтобы у нас края были как бы прикрыты, иначе они зажарятся. Теперь отправляем наш пирог в духовку, которая у меня уже разогрета до 180 градусов. Достаточно будет 30 минут. Ну вот, минут через 10 нам надо будет уже вытаскивать пирог из духовки. Поэтому я займусь пока приготовлением белков. Беру 3 белка, 70 граммов сахара, можно взять сахарную пудру, ванильный сахар и взбиваем. Сначала на невысокой скорости, потом скорость увеличиваем. И вот тут смотрите, самое главное не перевзбивать белки. То есть они нам не нужны такие, как на безе, плотные. Нам надо, чтобы белки больше были похожи на крем. Такие вот, немножко льющиеся. Вот я достала пирог из духовки. Духовку сразу же убавляем до 160 градусов. и сверху аккуратно выкладываем наши белки. Их тоже важно равномерно распределить по поверхности. Как вы их распределите, такой вид у пирога и будет. то есть от этого зависит вся красота. Ну вот, я распределила белок. Теперь отправляем в духовку. Напомню, духовку мы переставили на 160 градусов. и теперь отправляем в духовку минут на 10. Ну вот, посмотрите, какая у нас красота получилась. Белок приобрел такой кремоватый оттенок. И теперь самое главное, почему этот торт называется слезы ангела. Нам нужно, чтобы на поверхности вот этого белка у нас появились такие слезки. Для этого я беру и еще горячий пирог. накрываю крышкой. Обычной крышкой от кастрюли. Можно накрыть чем угодно. Главное, чтобы поступал туда воздух. И теперь я беру и поставлю на подоконник. То есть более-менее прохладное место. Ну и будем ждать, когда у нас проявятся наши слезки. Вот у нас прошло 3 часа. Пирог полностью остыл. Проявились слезки. сейчас посмотрим, что у нас внутри. Пирог очень нежный. Мягкий. Посмотрите, он даже чем-то похож на чизкейк. Песочная основа, нежный творожный слой, ну и сверху воздушное белковое суфле. Попробуйте этот десерт один раз, и этот вкус вы уже не забудете никогда. Он станет одним из самых любимых лакомств вашей семьи. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ!